Ух ты! И снова я, Александр Кривола в печени. Ребята, пришел на выставку Семиратского. А здесь должна быть экскурсия. Посмотрим? Добрый день, дорогие. Мы вас рады приветствовать в приватной галереи имени Хендриха Семиратского. Я думаю, вам не нужно запоминуть, кто такой Хендрих Семиратский. Я думаю, что вы все прекрасно знаете. Галерея была создана нещодавно, 23 серпня, за поддержкой нашего местного жителя и предприятия Сергея Ивановича Магузного. Давайте мы вам коротенько расскажем про нашу экспозицию. Это нараза первая экспозиция в этой галереи, поэтому много художников из Харьковского региона принадлели свои работы. Тут вы можете увидеть работы именитых художников с значением не только региональным своего имени, но и свято. Например, вы можете тут видеть графику. Это дипломная работа одними из студентов Харьковской Державной Академии Дизайну и Дамоцтеста под названием Толока. Толока, если вы знаете, это общественная работа на общественное благо. Кто хочет, может видеться детально. Это тоже графика, уже гелевую ручку. Тут можно видеться очень близко и очень детально. Следующая работа Харьковской художницы. Это трипли. И она захопливается, как вы видите, красой женщины и природой. А что вы решили? А что вы решили? Так. Эту работу много кто принимает за фотографию. Но на самом деле это пастель. Какие материалы на картоне? В следующем вы видите работа Лягина Миколи. Это член спилки художников Харьковской Украины. Она выкладывает на кафедре живописного Харьковской Державной Академии Дизайну и Дамоцтест. Здесь вы видите живописную работу Ольги Мороз, которая сейчас работает секретарем в Харьковской спилке художников. И она сама является молодой и талановой художницей. Ей работа, кстати, есть у многих меценатов и коллекционеров. Здесь вы видите работу Ганоцкого Василя Леончевича. Эта людина, этот художник является заведующим кафедры Харьковской Державной Академии Дизайну и Дамоцтест. Художник зі світовым именем. И вот он нам для нашей галереи надав свою работу. Храпчинская Аліна також входить до складу Харьковской Державной Академии Дизайну и Дамоцтест. Это вы видите очень много международных пленеров, симпозиумов и в Украинских художных колах знаменитая художница. Далее мы бы хотели вернуть вашу увагу на работу Шуліки Вячеслава, который является заведующим кафедры реставрации у Харьковской Державной Академии Дамоцтест. Викладает предмет техники и технологии материалу и занимается реставрацией очень ценных полотен и икон у Харькова и за межами нашей страны. Также есть работа очень хорошего художника Андрея Федосеенко, который сам является выходцем из Дніпропетровской области, а сейчас проживает в Харькове и принимает участие в многих международных пленеров и симпозиумах. Здесь вы снова можете увидеть работу Алины Хравчинской художницы. Здесь мы видим работу Чауса Дмитра. Чаус Дмитро является сыном знаменитого харьковского художника, который также выкладывает в Харьковской Державной Академии Дамоцтест и является старшим выкладчиком. Здесь, так сказать, наше комбо два в одному. Потому что, по-перше, на этой работе изображен сам Генрих Семирацкий, которого вам уже не нужно представлять. А по-друге, автор этого полотна – голова Харьковской спелки художников Украины Виктор Иванович Ковтун. Виктор Иванович Ковтун належить до почесних громадян Чугуївської области міста Чугуїв. Он має стільки перелік нагород та визнань, что их перечислять – это нам не хватит целого дня. Но это очень знаменитый художник и меценат, который сам является выходом из маленького местечка Мезина в Украине, который является не только успешным художником, как в Украине, так и за ее межами, но и успешным предприятием, который сейчас помогает молодым талантам. На этой работе вы можете, до речи, увидеть улицу Гоголя в Харькове. И сейчас вы ее не увидите в таком состоянии, потому что того же года, когда была написана эта работа, там построили церкву, которая закрывает эту дом. То есть сейчас вы ее уже не увидите в таком состоянии, но здесь ее встегли запечатлеть в том состоянии, в котором она еще была. Клименко Дмитро – тоже знаменитый художник, тоже член Харьковской спилки художников Украины. Как вы видите, у нас тут Харьковская спилка художников поделилась с нами своими работами. Знову Храпчинская Аліна. Ви уже видите третью ее работа. Очень молодец, хорошо. Да, очень красивый живописец Аліна. Тут мы можем увидеть живописный триптих композиционный. Можете догадаться, про что он? Ну, на самом деле так, про театр и про те, что люди в нашем жизни есть актерами. По центру вы можете видеть властный сам театр. И даже когда люди едут в метро и эти афиши, то художница очень творчески подошла до своей задачи. И далее вы можете видеть работа художника местного Суркова Анатолия, который уже много лет живет и працет по книгам. И смальювает красу местного края. Ну и тут вы также можете видеть акварели и пастели. Одним словом, графику наших слобожанских художников. Также вы можете видеть работа и Ефименко, и Алексеенко. Это талантливые художники нашего слобожанского края. Вот. Также вы можете посмотреть нашу библиотеку, яку нам ласкаво надав удар галереи Виктор Иванович Хохтун. И можем перейти до нашей экспозиции. Наразі я нагадую, что это только наша первая выставка. Далее будет набагато больше. Вы можете свистовать. Здесь мы также видим пленевые работы наших слобожанских художников, которые также являются членами Харкельской спелки художников. И, кстати, Залюшук Валерій, очень дорогой художник, который также входил в состав спелки. И является одним из старших выкладчиков в Академии дизайну и мастерства. И, на завершение, мы имеем работу нашего фотохудожника, Миколи Корнейка, который любит показать на своих фотороботах красу родного края. Наразі, мы знаем, что вы уже много сегодня видели. И у вас, мабуть, в голове тоже много информации. То же, если у вас есть вопросы, можете задавать. Да. Хорокая листа. Только вот это то, что напротив, окон, что это крупо, его не видно. Да, 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 я так. С той стороны. Угу. Много хорошего. Ну, хотели, хотели, как у меня есть, потому что всех вам исты хотели. Да, да, да. Это обовязково, зробно, я же, кажется, была большая участка, а на разе так. Хорошо. Хорошо. У нас еще гарно будет з окна, подивите, это очень живописно. Да. Дивите, у нас еще скили, пагорби, и все. Я когда-то, я думаю, не знаю это, мы сейчас говорим, что там, где центр, там, 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 так, вот как-то, там, этот перекресток, здесь, мы пойми, по три, попридираем, просто там, не дорого. Моленько. 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 Девушки. Спасибо. 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 Спасибо большое. Вы такие энтузиасты видите. Приятно просто, что здесь такой творческий. Ваш поселок вообще активный такой, я так понимаю. Я просто тут отдыхала недалеко на печенье, как и так посмотрела, что здесь жизнь движется. Поэтому музыка я повозила. Спасибо. Очень нам понравилось. Спасибо. 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 Спасибо, скрешно. Спасибо. Иск�� в школу. Спасибо. Спасибо. ребята ну как вам выставка понравилось вот вам картина нашего нашей художницы нашего наших печенек прохарчук дарья ну все ребятка всем пока пока до скорого с вами был александр и волок печень егей